На сегодняшний день трудно себе представить, что еще в начале прошлого столетия такая болезнь, как сахарный диабет, не оставляла никаких шансов на выздоровление. Современные методы лечения и профилактики позволяют больному поддерживать нормальную жизнедеятельность, исключая развитие осложнений. Повышение осведомленности в таком непростом заболевании, как диабет, играет далеко не последнюю роль. Врага надо знать в лицо, говорят эксперты. Именно по этой причине в городской клинической поликлинике номер 15 проводят специальные занятия, призванные познакомить пациентов с их недугом. Пациенты направляются и с приема терапевтов, и с приема эндокринолога, с приема других специалистов для того, чтобы обновить знания по образу жизни при диабете. Возрастная группа, конечно, 60+. Мы им рассказываем еще и про осложнения, и любые возможные, которые могут появиться, как с ними справляться. Сахарный диабет может возникнуть в любом возрасте. Каждый второй человек чаще всего даже не знает о своем недуге. Но нередко случается такое, что и сами пациенты несерьезно относятся к сахарному диабету, недооценивая его губительные возможности. Я как-то все ела подряд. Любитель очень сладкого. По мне это видно. А когда сдала, то у меня уже был сахар больше 10 единиц. Но она сказала, что нужно обязательно свое питание так организовать, чтобы у меня было уменьшение сахара. А то, сказали, переведут меня на инсулин. Осложнения будут развиваться стремительно, если не контролировать заболевание. А если соблюдать диету и придерживаться рекомендаций врача, можно прожить долгую и качественную жизнь.